День! Мы находимся в Латвии, местечко Яунпилс. За моей спиной находится замок Яунпилс. Погода прекрасная. Сегодня 9 марта и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с Международным женским днем, 8 марта, началом весны, слава Богу. Хотя я этот праздник воспринимаю не совсем однозначно. Я считаю, что дарить женщинам цветы, уважать их, чествовать и любить нужно каждый день, а не только один раз в день в году, когда мужчины все сходят с ума. Но хочется сказать, как мы дальше поживаем. Поживаю я неплохо. Продолжаю работать. Работаю 4 месяц. Уже иногда у меня смены бывают по 12 часов. И в марте, в апреле вернее, ставлю график себе, наверное, 12-часовые смены. Выдерживаю с отдыхом, но выдерживаю нормально. Визит к моему травматологу-ортопеду отложился. Отменили прием. Доктор отменил прием. Видимо, у него какие-то лекции или что-то. Поэтому откладывается на конец апреля. Потом я выложу опять видео с результатами этого посещения. Перед этим надо сделать рентген и прийти к доктору. Но сейчас колено как-то у меня, знаете, год прошел. И чувствуется уже оно почти мое. Почти мое. Сжилось со мной. Живет со мной неплохо. Вот. И что хочу вам всем посоветовать. Не отчаивайтесь. Даже если у вас не все идет совсем хорошо, как хотелось бы, вы все равно продолжаете двигаться. С костылями, без костылей, с палками скандинавскими. Кто-то, может быть, на коляске ездит. Если есть возможность, выбирайтесь куда-то за город. Пусть вас вывозят близкие. Пусть дети вам помогают. И старайтесь ходить. Потому что, что я заметила по себе, с каждым походом, побольше или поменьше, где приходится ходить, состояние улучшается все-таки. Я больше могу выдержать на работе стоячие нагрузки и физические нагрузки. И больше могу выдержать вообще. Хотя казалось уже, ну вот все, ну вот все, не хватает сил. Но тем не менее. Ну, бывают какие-то там моменты, что побаливает. Но болит, кстати, не оперированное колено, а побаливают другие суставы, как я уже говорила весной. Идет в какой-то степени обострение хронических процессов. Это есть. Но ничего, с этим можно жить. И все-таки, такие возможности, как сейчас, вот как мы проделываем такие вылазки и ходим, да. Вот замок вокруг я обхожу, допустим, да, без всяких палок, без всего. Ну, присяду там на скамеечку и все. Это уже дорогого стоит уже. Палки вы с собой взяли? Я сегодня с собой палки взяла, но они не понадобились. Я думала, что устану после. Вчера я работала 10 часов, думала, что подустану. Ну, ничего, хожу сейчас без палок, облазила. Тут кое-что пофотографировала на телефон. Какие-то моменты где-то присела. Не думала ехать. Думаю, ну ладно, дома побуду, отдохну. Завтра опять большая смена. Четыре дня, по-моему, у меня дальше впереди стоят. А потом Саша уговорил. И, слава богу, что уговорил, я поехала. Потому что так бы провалялась там на диване, в кухне и так далее. Так что я вам советую, выбирайтесь, выбирайте. Сейчас тем более погода меняется, будет хорошо, будет. Уже все вылезает, уже все зеленеет. И будет легче. Так что до новых встреч. Будут еще новые видео. Давно мы не снимались, соскучились по вам. И решили сделать такое полупраздничное видео. Так что еще раз всех женщин с удовольствием поздравляю с 8 марта. Желаю всем крепкого здоровья. Побольше движения. Поменьше отчаяния. Поменьше хандры. Поменьше пессимизма. Только вперед. Ирина Лаверина, давайте. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И физкультура пошла. И пошла от бедра. Смотрите, какая у нас тут красота сегодня. Яванпилский замок. После этого замка женщина без магазина, это не женщина. Короче, тут выпускают сыр. Сырную, молочную продукцию. Сейчас поедем в магазин. Да, а тут у нас производят очень вкусную молочную продукцию. Вау, я вам пил. Сыры, ряженка. Короче, сейчас поедем за сырами, ряженками, молоком. Так что вот так вот. Все, всем удачи. У нас тут небольшой пикничок. Пьем кофе. Закусываем хлебцами из гречи. Так как вчера у нас была сахарная бомба, мы съели целый торт. В честь 8 марта согрешили. То теперь мы возвращаемся в свой режим. За спиной у меня водяная мельница. Судя по указателям. И шум такой воды. Я не знаю, слышно, не слышно в камеру. Может быть, даже не слышно. Такое впечатление, как будто вот, как водопад сзади. Погода прекрасная, замечательно все. Настроение суперское. Так что, ребята, коллеги, по несчастью, в смысле суставов, выходите на улицу. Вокруг вас много интересных мест. Не обязательно лететь куда-то далеко за границу. Все рядом. Все рядом. Давайте стаканы, поехали. Ну, сейчас я сошел кофе, допью. Давайте. Где там у тебя был пакетик пустой? Потому что тут, видишь, какая только для сигарет мусорник. Я ж мне не выкину. Ирина, ну как дикарка, но... Ну что, а куда мне сюда не влезет? Сбоку как? Ну я ж не вижу. О, блин, а! Ну это ж надо. Ну это ж надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!